Всем привет, с вами Денис Мейджор. Записать это видео меня побудила недавняя ситуация с так называемыми обзорами игры Last of Us 2. И дело-то в том, что ситуация, о которой я хочу поговорить, вовсе не единичная, а повсеместная. Итак, обзоры The Last of Us 2 в российских игровых СМИ. Практически все эти обзоры построены примерно по одной схеме. В конце стоит 10 из 10 или там 9 из 10, в общем очень высокая оценка, пятерка по пятибалльной системе. И при этом практически ничего о самой игре толком не сказано. Я имею ввиду не сказано такого, что отличало бы эту игру от других, что выделяло бы ее среди прочих игр с похожими игровыми механиками или может быть даже местами похожей моралью. Конечно в основном за это стоит винить компанию Sony, которая создала настолько жесткие правила для публикации, что например СМИ даже не позволялось публиковать свои скриншоты. Нужно было использовать те, которые предоставил издатель. И практически ничего нельзя было говорить о сюжете, что кстати говоря именно в случае с Last of Us 2 особенно критично. Потому что на мой взгляд, а я игру прошел, об этой игре нельзя говорить ни хорошее, ни плохое, не говоря не то что о сюжете, а даже о критических спойлерах. И эта игра в этом смысле уникальна. Можно взять Detroit Become Human и хвалить ее или ругать ее, упоминать какие-то вещи, которые вообще никак не связаны со спойлерами, но с Last of Us 2 это практически невозможно. Но хорошо, я понимаю, должен существовать обзор без спойлеров, но что должно быть в этом обзоре? Практически все обзорщики писали, что лучшая часть в игре это ее сюжет. Сюжет, о котором в обзоре практически ни слова, ни в одном обзоре. Некоторые обзорщики конечно попытались сделать слабые спойлеры, но в других обзорах даже намека на сюжет нет. И получается, складывается такое ощущение, что автору обзора изо всех сил нужно было так натянуть девятку или десятку в конце, что он начинал упоминать какие-то вещи абсолютно обыденные, абсолютно очевидные, но выдавать их как какое-то откровение. Типа, так интересно читать записки в The Last of Us 2. Другой обзорчик я видел восхищался невероятной проработкой помещений. Третий писал о том, как непросто выживать в этом мире. И да, я не обвиняю никого в продажности. Я не говорю, что им заплатили деньги. Может быть так и было, я просто этого не знаю, поэтому не буду утверждать того, чего не знаю. Но они поиграли и им показалось, что игра настолько хорошая, что ей надо поставить десятку. Вот только объяснить читателю, почему эту десятку нужно поставить, никто так и не смог. Как писали эти же обзорщики, самое главное в игре сюжет, а о нем рассказывать нельзя. Конечно, нарушать идеи, которые выдает издатель игры, нехорошо. Ну и публиковать обзор без обзора это тоже нехорошо, только ради оценки. Только ради того, чтобы эту оценку сожрал агрегатор типа Метакритика. В конце концов, ставить такие кабальные идеи тоже нехорошо. Такие условия, в которых обзорщику просто ничего нельзя. Тут я, конечно, понимаю, что обзорщики заранее могли не знать, насколько серьезно все то, что перечислено, например, вот в этом даже в NDA. Я помню, когда мне давали на обзор игру Dragon Quest 11 части, и там тоже было довольно много упомянуто, что не надо ни в коем случае упоминать в обзоре. Я все читал и думал, капец, здесь же, наверное, полсюжета. Но потом, когда я стал играть в игру, я понял, что можно вообще без этого обойтись. Можно все, что было написано вот в этом документе, который я там подписывал, можно было все не упоминать вообще никак. Но в случае с Last of Us 2 это не работает, и, конечно, заранее обзорщики могли об этом не знать. Вопрос в том, а что нужно делать постфактум? Осталась ли у нас вообще игровая журналистика, которая способна идти наперекор, может быть, даже каким-то издателям? В конце концов, почему вообще до сих пор обзоры игр называются журналистикой? Я не раз видел, как люди практически восхищаются авторами игровых обзоров, называя их там журналистами, какие они крутые, как они играют во много игр. И, видимо, многие из этих людей, которые так говорили, не знают, как на самом деле устроена работа современной редакции. Во-первых, большинство авторов в современных редакциях, они работают на фрилансе. То есть, есть условный Вася, который любит играть в игры, и, как он считает, он неплохо в них разбирается и неплохо пишет. Он пишет письмо в редакцию. «Здравствуйте, я Вася, я читаю ваше издание, оно мне нравится, я хотел бы писать для вас тексты». Редакция говорит «Ну-ка, Вася, покажи, что ты умеешь». И Вася присылает какой-нибудь текст. Или показывает текст, опубликованный еще где-то. Или Вася уже знают по другому изданию. И он начинает писать в это издание. Фактически, Вася может разбираться в играх, как любой другой игрок, как вы, может быть, даже хуже. Более того, как правило, во многих редакциях определенные авторы пишут статьи на определенные темы. Например, про JRPG, как правило, дают писать автору, который, в принципе, всегда про JRPG пишет. А про гонки дают писать автору, который всегда про гонки пишет. И когда ты видишь обзор очередной JRPG в своем любимом издании, и ты видишь, там стоит 9 из 10, ты думаешь, так, подожди, это действительно игра хорошая? Или просто этот Вася реально всем JRPG ставит девятки, потому что он, не знаю, прожженный и пробитый анимешник? В этом смысле смотреть блогеров или читать блогеров, конечно, гораздо интереснее. Если этот блогер, это всегда один человек, который составляет свое мнение про игры. Если ты смотришь блогера, и он тебе нравится, ты знаешь, какие игры он играет, и какие игры ему нравятся, и какие нет. Ты можешь вспомнить прошлый опыт, например, ему понравилась такая-то игра, а тебе не понравилась, и наоборот. И, соответственно, как бы экстраполировать этот опыт и на новую какую-то игру. У меня тоже часто в комментах люди пишут, даже под игрой, которую я ругал, но я все равно стараюсь какую-то более-менее объективную информацию про игру давать, что люди посмотрели мой обзор, который был критическим к игре, и наоборот, поиграли, решили поиграть в эту игру, и она им понравилась. Я лично доволен, потому что я снимаю обзоры не для того, вообще любые видосы я снимаю не для того, чтобы всех убедить в том, что я прав, что нужно про игру думать только то, что я сказал, нет, я снимаю видосы, в частности, про игры для того, чтобы люди приняли свое решение, хотят они в это играть или нет. И да, бывает так, когда я игру хвалю, а людям каким-то определенным не нравится, и наоборот, и это не мешает им меня смотреть, а мне снимать контент в том числе для них. Однако, когда мы говорим о редакции, еще раз, это в основном авторы-фрилансеры, в которые вы никогда не знаете, во что они играли. Можно посмотреть, какие статьи еще писал этот человек, но если он написал всего две статьи недавно, или вообще недавно пришел, а главное, в какие игры он играл. Вот, например, в какие игры играл человек, который писал о том, как потрясающе проработаны внутренние помещения в Last of Us 2. Играл ли он в первый и второй Division? Я, кстати, по-моему, всего в одном обзоре нашел сравнение визуального стиля, ну и в том числе проработки домов между Last of Us и Division. Остальные, видимо, не играли. Ну что, Division не такая премиальная игра, что в нее играть-то? Или, например, человек, который так нахваливал систему выживания в Last of Us, играл ли он в игры серии Metro? Я понимаю, что они не настолько премиальные, это вообще какая-то муть, там еще и по роману Глуховского написано, это что в такое играть? Есть потрясающие Sony EXE, только в которые и стоит играть. Иногда, впрочем, читая какие-то обзоры Last of Us 2, я думал, а играл ли человек в первую Last of Us? Потому что в некоторых случаях это тоже было неочевидно. Вообще, вот этот вопрос о том, какие оценки ставит игрожур, я поднимал уже не раз, и сегодня причины еще раз об этом вспомнить. Например, игра Sea of Thieves. 69 баллов на Метакритике, игру ругали практически все издания. Сейчас же она выходит в Steam, и уже какую неделю держится в топе этой игры. Игроки довольны, играют с удовольствием. И, конечно, некоторые игрожуры начинают объяснять, не-не-не-не, эту игру на самом деле вот так сильно изменили, обновили, там вот это все, там контент завезли и вот это прочее. А так вот, когда она вышла, она была шляпой, а сейчас она не шляпа. Нет, как человек, который играет в Sea of Thieves с самого начала и до сегодняшнего дня, я могу сказать, что все это вранье. Да, конечно, в игру подвозили контент, как в любую сетевую игру подвозят контент, какие-то новые состязания, какие-то новые ивенты, новые события, иногда какие-то новые даже режимы игры, что в принципе тоже с Sea of Thieves произошло. Тем не менее, все основные претензии, которые можно найти в ранних обзорах игры, остались. То есть, из мобов у тебя только скелеты, когда ты высаживаешься на остров, одному играть практически невозможно. Ну да, у тебя есть теперь туториальная миссия, минут на 10, если пробежать, может быть на час, если ты захочешь собрать там все, все ачивки. Ну и все. По-прежнему играть нужно с командой, причем с рандомами это не так уж и весело. Нужна своя команда, это по-прежнему проблема, которая остается. По-прежнему нет никакой прокачки и все изменения только косметические. И ты по-прежнему сдаешь тысячу одинаковых сундуков, только чтобы заработать себе деньги на очередную красивую шпагу или очередную красивую шляпу. Более того, в игру еще и добавили микротранзакции, которых там не было. А мы все знаем, как журналисты любят микротранзакции. Хотя это тоже от игры к игре разница. Например, когда микротранзакции были в Assassin's Creed Odyssey, которые реально влияли на геймплей и даже нагло назывались ускорителями времени, по сути, бустом опыта. То нет ничего, все это нормально приняли. Больше 80 баллов на метакритике, 87 или там 86 за версию для Xbox даже. Но когда вышел Ghost Recon Breakpoint, ой, фу, микротранзакции, при том, что они там изначально были косметические, только косметические, не влияющие на геймплей, а потом их даже убрали. Не-не-не-не-не. На самом деле я бы мог целое видео снять про то, насколько много общего у Assassin's Creed Odyssey и Breakpoint'а. Но ладно, сейчас об этом не будем. Игра Crackdown 3, которую там тоже обосрали. Все эти журналисты, рейтинг там меньше 70 баллов и все такое. Сейчас я регулярно вижу, у меня очень много знакомых, очень много я знаю вообще людей, не только моих знакомых, которые поиграв в эту игру, действительно поиграв. И не 20 минут, да, там начало довольно унылое, там часа полтора нужно поиграть. Что мне тоже про многие игры говорят, типа, Денис, как это так, нужно наиграть 30 часов, только тогда будет интересно. Тем не менее, люди играют в Crackdown 3 и такие, ой, слушай, а тут классный платформинг, веселая, хорошая, интересная, затягивающая игра оказывается. И вот иногда смотришь на это все и думаешь, а зачем вообще эти оценки, а зачем эти обзоры, особенно как обзор Last of Us 2, в котором ничего толком про игру не написано, а все, что написано, вообще говоря, есть в других играх. Конечно, все эти вещи в Last of Us 2, которые есть в других играх, просто могут быть сделаны лучше, о чем мы бы узнали из обзора, если бы автор этого обзора проводил параллели с другими играми. Сказал бы, да, здесь вот как там, но здесь вот лучше вот это, вот это и поэтому. Чего автор и практически ни один не делал, кроме вот некоторых исключений, которые я упомянул. И тут снова вопрос, а какой вообще багаж игровых знаний у авторов этих обзоров? Если что, те самые крутые журналисты, которых мы помним когда-то из 90-х, уже давно состарились, уже давно не работают в игрожуре, потому что, если вы не знали, в игрожуре не так уж и много платят. Когда человек уже взрослый, у него там семья и много детей, ему зарплаты игрового обзорщика явно не хватит. По крайней мере, рядового игрового обзорщика. У главредов иногда более-менее, хотя даже некоторые главреды в игровых изданиях на самом деле тоже имеют какую-то основную работу, а своим игровым СМИ занимаются в свободное от основной работы время. Такое тоже бывает. Но читая некоторые обзоры Last of Us 2, действительно складывается ощущение, что авторы этих обзоров ни во что, кроме Sony EXO, собственно, и не играли. И тут я примерно понимаю, как это могло быть. Расскажу вам интересную историю смежной области из IT-журналистики. По сути, это тоже не журналистика, а гаджеты писательства. Журналистика это интересные факты, расследования, это когда журналист говорит то, что никто не знает, то, что ему запрещают. Название журналиста на самом деле больше тянет тот чувак, который слил спойлеры Last of Us 2 в сеть, чем тот, кто написал обзор, вообще не упоминая сюжета и толком не рассказав, чем эта игра хороша. Но, тем не менее, есть вот такая смежная область. Люди пишут про гаджеты, про смартфоны, это та сфера, в которой я работаю. И вот как тут было одно время. Какое-то время стало модно говорить, что Huawei это лучшие телефоны в мире. И я знаю, почему так произошло. Компания Huawei не жалела денег на то, чтобы всех главных редакторов задаривать смартфонами Huawei. И Huawei, и Honor, соответственно, которые им же принадлежат. И, естественно, флагманские модели, лучшие, топовые и все такое. И тут проблема, не поймите меня неправильно. Дело не в том, что людей как бы подкупали. Дело в том, что большинство главредов, обложившись Huawei, просто перестали видеть другие телефоны, перестали видеть, что еще происходит на рынке. По счастливому или несчастливому совпадению, а может быть даже это совсем не совпадение. Все это пришлось на то время, когда как раз расцветали такие бренды, как Xiaomi. Опа, Realme появился. И главреды очень многих изданий вообще даже не видели эти смартфоны, не тестировали. Они отдавали писать эти обзоры по этим смартфонам от Xiaomi, вот этих прочих, что я перечислил. Каким-нибудь новым автором или просто там другим автором. И сами про них ничего не знали. А новый автор тоже, но он не знает, насколько этот смартфон лучше, хуже или чего. Вот он видит смартфон, померил там бичмарки, там фоточки поснимал, видео поснимал. Некоторые даже этого не делают, но тем не менее. И написал свое мнение о конкретном смартфоне. А какой там опыт тоже был у этого нового автора, непонятно. Чаще всего никакого. А главред, который может быть когда-то и видел кучу смартфонов, писал только про Huawei. И так было во многих изданиях. И у меня почему-то есть подозрение, что похожая ситуация произошла и с главредами игровых изданий, которым часто просто даже нет времени играть во много разных игр. И они играют в Sony Exe, потому что, будем честны, компания Sony наиболее лояльна к журналистам. Не в плане всяких там подгонов, хотя и в этом тоже. Но просто от некоторых компаний, знаете, иногда информации не допросишься. Не то, что там ключа на обзор. Sony активно идут на контакты. Вообще это хорошо, так и должно быть. По сути, это именно эти люди, там главреды или авторы, сами себя загоняют в такой информационный пузырь, ограничиваясь играми одной компании. Или играми одного жанра. Я очень рад, что на последней презентации компания Sony показала, насколько разными могут быть игры, в том числе на PlayStation 5. Потому что на PlayStation 4, к сожалению, у нас разнообразия как-то не завезли. Были там, конечно, игры не только жанра приключенческих экшенов третьего лица, но большинство из них были откровенно слабоватыми. Я надеюсь, что на PlayStation 5 такого не будет. Но также я надеюсь, что ситуация как с Last of Us 2 больше не повторится. Что не будет больше таких кабальских ограничений на обзоры, что ничего нельзя использовать, практически ничего нельзя говорить об игре. Я надеюсь, что сами журналисты все-таки поймут, что если они пишут текст, это должен быть текст хотя бы ради чего-то. А не только ради того, чтобы в конце нарисовать десятку. Еще раз, у меня нет претензий там по оценкам. Кому-то понравилось, пожалуйста. Я просто говорю о том, насколько эта оценка мотивирована в том тексте, который пишет журналист. Ну а вам желаю всегда иметь свое мнение и перепроверять любую информацию, которую вы слышите в интернете. А у меня на сегодня все. С вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на YouTube, Boosty и Patreon. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok